Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! Вы находитесь в компании Grand Capital и с вами сейчас аналитическим обзором последних событий выступит старший трейдер, аналитик нашей компании Сергей Костенко. Здравствуйте! Здравствуйте! И стратегически управляющий нашей компании Михаил Макаров. Мы сегодня говорим о двух важнейших темах, которые доминируют сегодня на рынке, и о тех сильных движениях и событиях, которые сейчас на рынке происходят. С одной стороны, это долговые проблемы в еврозоне, в первую очередь с Грецией, которые чрезвычайно вчера обострились и вызвали очень сильное движение на рынке. И во-вторых, это сегодняшнее главное событие. В 22 часа 15 минут будет опубликовано итоговое заявление после заседания Комитета по открытому рынку Федерального резерва Соединенных Штатов. Итак, сначала поговорим о долговых проблемах Греции и о тех сильных движениях на валютном рынке и на фондовом рынке, которые они вызвали. Сергей, расскажите, пожалуйста, что, собственно, случилось и чему это привело? Ну что же, долгоиграющая пластинка под названием Греция продолжает играть, и все то, о чем мы говорили уже ранее в наших обзорах, выстрелило и выстрелило по полной программе. Мы увидели вчера падение на всех рынках, на фондовом, на товарно-сырьевом и на валютном рынке, естественно. Мы увидели полнейшее пренебрежение инвесторами рисков, нежелание рисковать. Мы увидели, как инвесторы начали активно сбрасывать акции. Хотя фондовые рынки не так сильно упали в целом, но на наш взгляд это падение может продолжиться, потому что то ралли на фондовых и на сырьевых рынках достаточно затянулось. И на наш взгляд мы можем увидеть коррекцию, и вполне вероятно коррекция будет глубокой. Что касается валютных рынков, инвесторы уходили в такие защитные активы, как золото, американский доллар и японскую иену против американского доллара. Что может нас ожидать в будущем? На мой взгляд мы увидим дефолт Греции и будет объявлена реструктуризация по долгам греческим. Это событие уже частично отыгранное, но конечно оно оказывает давление. В первую очередь давление с новой силой возобновляется благодаря новому больному в еврозоне, который уже фактически появился, а именно появление Португалии. Вчера вместе с Грецией Португалия точно так же от компании S&P Standard & Poor's получила понижение рейтинга. И данное понижение рейтинга, например, в Греции привело к тому, что государственные облигации получили статус на языке биржевых игроков и трейдеров, как мусорные акции. И в этой связи мне кажется, что проблема расширяется и дальнейшее падение евро не за горами. Вполне вероятно, мы в ближайшие дни, может быть даже сегодня или завтра, мы увидим новые уровни, а именно 1.30 по паре евро-доллар. Ну и конечно же, я хочу вас, Михаил, спросить о том, что мы можем ожидать от заседания ФРС. Понятно, что ключевая процентная ставка, скорее всего, останется на том уровне, который у нас уже существует. Это четверть процента. Несомненно, важным является этот тон заявления Бена Бернанке и то, что будет сказано. Вот ваше мнение на этот счет, что можно ожидать? Я считаю, что действительно мы можем ожидать в тексте заявления некоторых предварительных слов или отсутствия предыдущих уже стандартных фраз о том, что мягкая денежная политика и политика низких процентов ставок будет продолжаться еще длительный период. Если эта фраза будет из текста удалена или будут сделаны какие-то замечания о возможности в перспективе изменения мягкой денежной политики, это однозначно будет воспринято рынком как возможность, так сказать, уже в более близкой перспективе, возможно, на следующем заседании даже некоторого повышения процентной ставки. Это, конечно, существенно поддержит американский доллар, а с другой стороны, спровоцирует дальнейшее снижение по фондовым и сырьевым активам и может, по крайней мере, произвести такое же движение, как это было вчера, когда все основные мировые индексы снизились от 2 до 2,5 процентов, а европейские, конечно, в связи с проблемами еще и сильнее. Сырьевые рынки также, несмотря на вчерашние снижения, еще находятся на достаточно высоких уровнях. Нефть по-прежнему держится около 85 долларов за баррель, если говорить о марке Brent, американские сорта несколько дешевле, 82 доллара, но, в принципе, уровень, допустим, 60 долларов за баррель вполне, я думаю, возможен как минимум в коррекционном движении. С точки зрения фондовых индексов, я думаю, что стоит учесть, что практически год мы уже не наблюдали ни одной глубокой серьезной коррекции, и поэтому как минимум один месяц, а как максимум, может быть, целый квартал будет происходить это снижение, и минимальный уровень отката – это 10% от максимума, но вполне можно, так сказать, развить это движение до 30% снижения. Поэтому инвесторам, я думаю, однозначно следует занимать сейчас оборонительную, выжидательную позицию, никаких не предпринимать новых покупок, а ждать как минимум 10% снижения и как минимум месяц подождать перед тем, как принимать решение. Ну, а уж тем более следует, конечно, подождать закрытие текущей недели, просмотреть, какие новости нам выдаст Федеральный резерв. В конце недели у нас в пятницу еще состоится выход первого отчета за ПВВП Соединенных Штатов за первый квартал, тоже достаточно важное событие, и надо посмотреть, на каком фоне произойдет закрытие недели. А, конечно, греческая проблема, она может очень сильно еще ударить по европейской валюте, потому что со времен создания евро, с 1999 года, евро не испытывал таких серьезных проверок на прочность, когда одна, пускай и не самая крупная экономика, но и далеко не самая маленькая Греция в еврозоне, когда она стоит, в общем-то, на грани полномасштабного дефолта и, возможно, даже выхода из еврозоны. Это сильнейшее испытание для евро, и, возможно, что мы увидим действительно какие-то совершенно новые минимальные точки за длительный период. Ну, будем смотреть, будем держать вас в курсе событий. Приходите в нашу компанию на обучающие курсы, в которых существует достаточно большое разнообразие. Приходите каждый понедельник на обзор рынка. К 7 часам вечера. Да, а сегодня с вами был старший трейдер-аналитик нашей компании Сергей Костенко и стратегически управляющий нашей компании Grand Capital Михаил Макаров. Спасибо за внимание. До свидания и удачи вам.